Сотрудники органов гражданской защиты все эти дни работают в усиленном режиме. На автомобильных дорогах проводятся мероприятия по спасению и эвакуации попавших в снежный плен граждан. Только с начала года были проведены 9 аварийно-спасательных работ на трассах областного и республиканского значения. Подробности в сюжете Зарина Утпановой. Из-за снегопада и резкого понижения температуры на дорогах ведется круглосуточный контроль. В общей сложности 32 компании следят за зимним содержанием на трассах районного, областного и республиканского значений. Также на территории Актюбинской области имеется 3 трассовых медико-спасательных пункта. В районах расположены и находятся в постоянной готовности 25 единиц аварийно-спасательной высокопроходимой техники ДЧС Актюбинской области. Определены наиболее снегозаносимые участки. На автомобильных дорогах области имеется 204 снегозаносимых участка. Метель, буран, сильный мороз являются основными причинами снежных заторов, ДТП и других ситуаций на дорогах. Наряду с аварийно-спасательными работами проводились и поисковые работы всего с начала года, их проведено 5. В результате спасено 5 человек. Департаментом на постоянной основе размещается информация предупредительного характера на официальных сайтах МЧС, ДЧС и в социальных сетях. Также было разослано 60 смс-сообщений о штормовых предупреждениях. Однако жители и гости области зачастую игнорируют сообщения об изменениях погодных условий. За минувшие выходные в Актюбинской области проведено 7 аварийно-спасательных работ, спасено 8 человек, а еще 146 эвакуировано. На сегодняшний день производится работа по поцикле участков дорог, где имеется накат, гололед по устранению данных дефектов. Также с января месяца текущего года дорожным службам было оказано помощь 31 единица транспортных средств, из них 22 грузовых и 9 легковых. 9 января 2023 года в связи с резким понижением температуры воздуха было введено ограничение движений для дизельных автотранспортных средств и общественного транспорта по всем направлениям дорог республиканского значения. 10 января с 11 часов было снято ограничение на всех участках дорог. Необходимо отметить, что в областном центре для оказания помощи гражданам, попавшим в чрезвычайную ситуацию, на дорогах организована работа 9 пунктов временного размещения. Три действующих пункта готовы принять граждан на базах городских школ, а еще 6 располагаются в кемпингах. Наша съемочная группа побывала в одном из них. Он расположен в школе номер 47. Этот пункт уже работал во время весенних паводков и рассчитан на 100 мест. Предусмотрен для людей, которые остались на автодорогах республиканского, областного и районных значения. В связи с ухудшением погодных условий, департамент Актюбинской области предупреждает жителей и костей города воздержаться от дальних поездок. Такие пункты будут действовать до конца зимнего периода. Впроводимая работа по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций будет продолжена на должном уровне. Зарина Удбанова, Армандос Магомбетов, телеканал Актюбе.